Что ж, всем огромнейший привет! Сегодня, сейчас даже можно сказать, вышла уже информация о праздновании майских праздников на 2021 год. Ну и он уже начнется праздноваться с завтрашнего дня, поэтому в этом ролике расскажу все, да как, как он праздноваться, то есть сколько дней, что там будет. И сразу просто забегу вперед, скажу то, что будет кое-что интересное, то, что очень долго ждали многие игроки. Перед ночью хочу сказать, что вы подписались на канал и поставили обязательно лайк, если вам понравится этот ролик. Ну и, конечно, написали об этом в комментариях, понравилось, либо же нет. Ну а так, давайте уж начнем. Ну, думаю, начну с того, что сам праздник будет длиться ровно 10 дней. И, кстати, может быть, некоторые уже задумывались, то, что у нас все праздники, которые начинаются, ну, с начала 2021 года, все длятся ровно 10 дней. Вроде бы все, я, конечно, не помню точно, но вроде бы все ровно 10 дней празднуются. Это, конечно же, очень круто, потому что раньше они празднулись вообще некоторые по 3 дня, некоторые по 4, некоторые там 2 даже. Нет, 2 такого не было. Сейчас ухожу уже от темы. Первое, что вас ждет, это уже завтра, конечно же, специальный режим, в котором у нас будут повышенные золотые ящики. Это обязательно, без этого никак. И самое главное, самое главное, то, что в этом режиме не будет никаких овердрайвов, просто вдумайтесь, никаких овердрайвов не будет, ни у какого корпуса. То есть, как раньше было, вообще без овердрайвов можно было спокойно ловить голды. И вот сейчас они неужели нас услышали, как бы сделали такую штуку. Но, помимо того, что не будет овердрайвов, еще не будет, конечно же, дронов. Многие подумают, почему, причем тут вообще дроны, зачем их убирать. Самое главное, то, что теперь у нас, конечно же, есть такой новый дрон, называется Кризис, с которым даже можно без овердрайва на хопере ловить голды. То есть, облегчение, плазмофакел, все, думаю, поняли. Как бы спокойно, тоже можно без овердрайва даже на хопере ловить с Кризисом голды. Поэтому и дроны тоже отключили. Будут просто обычные корпуса пушки, то есть защиты. Защитные модули, конечно же, будут, но это без них никак уж. Раньше они были и сейчас, значит, будут. Ну и, в общем, все. Обычно специальный режим на трех картах это Чернобыль, Будущее и Соликамск. Три карты, конечно же, вот тоже прикольно. Я уже ни разу не говорил, конечно, о том, что у нас теперь они делают по три карты. Раньше они делали всего лишь какую-то одну карту, добавляли. И вот сейчас они уже сделали по три. Это, конечно же, очень круто. То есть с временем, хочу сказать, они улучшают свои ошибки. То есть смотрят и делают... Блин, как сказать, не справляются, в общем. Ну и за это, конечно же, им респект огромный. И вот я очень, честно скажу, рад то, что вот здесь такой сейчас будет специальный режим, где не будет никаких тронов, никаких авиадрайвов. То есть не будет, конечно же, самое главное, хопперов. Ну они будут, естественно, но они уже своими как бы попрыгунчиками не будут ловить их. Но это, в общем, пока что часть такая, ну вот даже, можно сказать, очень радостная часть всего праздника. Ну конечно, пойдем дальше. У нас это и на этом праздник не заканчивается. Конечно же, у нас будет еще второй специальный режим, в котором уже будет соло джиггернаут, но не будет повышенных золотых ящиков. То есть это обычный режим, где нужно просто убивать как бы джиггернаута и все. В принципе, больше там ничего не нужно делать. Ну максимум можно просто пофармить там кристаллы, киллы и то есть опыт набить. Забыл совсем сказать, что этот специальный режим будет на картах Дюссельдор. Вроде так называется карта, если я ошибся, поправьте меня в комментариях. Далее Берлин и Кунгур. Вот этих вот трех картах будет на специальный режим на соло джиггернаут. И также 8 мая, то есть в этом специальном режиме, будет какой-то специальный еще джиггернаут кататься. Ну то есть на всех картах по всем званиям. И с 12.00 по 0.00 мск, то есть он будет кататься из-за его уничтожения, вы получите 150 осколков. И 100 звезд. Конечно же это круто, особенно 150 осколков. Ну как бы это всего лишь один контейнер, но тоже неплохо. Но я надеюсь, они будут намного чаще появляться, потому что иногда я играл и они очень редко, ну на других ивентах. И они вообще очень редко встречались мне. Но я надеюсь, если будет часто встречаться, то конечно будет прикольно. И кстати забыл сказать, то что у нас первый специальный режим будет, как бы каждый сам за себя. Я думаю, ну многие уже знают. Также будут еще увеличенные фонды и увеличенный опыт. Ну и x2 будет опыт и x2 фонды. Только с исключением то, что они будут всего лишь 3 дня, точнее 6 дней. Это 3 дня вот завтра, то есть субботу-воскресенье. То есть на вот этой вот неделе выходные, пятницу-субботу-воскресенье. И на следующей неделе тоже выходные, пятницу-субботу-воскресенье. По 3 дня на каждую неделю. Это конечно круто, но раньше были все 10 дней. И тогда можно было намного больше нафармить там кристаллов. Но сейчас конечно жалко, что так сделали. Конечно же без специальных миссий сейчас не обходится ни один праздник. Поэтому и на майские праздники тоже будут специальные миссии, особые. За которые вы можете получить там осколки и ультраконтейнеры. Конечно же, как обычно, можно получить будет 7 ультраконтейнеров максимально. И там ну 150 осколков на каждое задание. Сейчас конечно подробнее скажу, что будет за миссии. Первая миссия это нужно убить 200 танков с помощью пушек дальней... Ну большой дальности в общем. Это например, рельса, шафт, гаусс, какие-нибудь еще пушки. Там 4 вроде их. И то есть 200 киллов нужно набить с помощью какой-нибудь из этой пушки. И вы получите за это 50 звезд и 150 осколков. То есть это полтора контейнера и 50 звезд. Это почти можно пройти один уровень челленджа. Ну думаю многие знают. Далее вторая миссия это нужно набрать 25 тысяч очков битвы. То есть именно 25 тысяч очков. Это блин, если честно, очень много. Лучше бы сделали наверное кристалл. Потому что особенно сейчас с двойными фондами можно спокойно было бы сработать. А с опытом конечно будет труднее. Ну не знаю. Может быть я тоже буду выполнять. В общем за это тоже дает 50 звезд и 150 осколков. Далее третья миссия. Это нужно использовать 300 аптек. И сразу скажу то, что вот эти все аптеки не обязательно используют. Можно их просто подбирать. Это тоже будет засчитываться. Потому что некоторые писали то, что типа так не работает. На самом деле все работает. Вы просто подъезжаете к аптеке, спокойно ее забираете. Это тоже все засчитывается за использование аптеки. Даже не нужно тратить свои. То есть у кого их мало, тот может таким способом и воспользоваться. Ну и четвертая миссия. Я забыл кстати да. Про 10 колдов. Это нужно просто их. Вот с завтрашнего дня можно уже их ловить. И спокойно конечно же так быстро нафармить. Конечно одна самая главная здесь проблема. Это то, что просто очень сложно будет набить 25 тысяч очков. Как бы в битвах. Ну а так вообще можно за все эти 4 миссии. Если вы все выполните, то получите 7 ультраконтейнеров и 100 звезд. Ну 100 звезд конечно тоже неплохо. Но я их обычно никогда не считаю эти звезды. Потому что я так каждый день выполняю задания. И спокойно прохожу челленджи. И мне вообще не нужны эти звезды. Ну и в принципе все. На этих миссиях можно конечно заработать 7 ультраконтейнеров. Самый максимальный приз. Ну и 6 обычных скорее всего. Да 6. Забыл сказать конечно же про скидки. Они у нас будут и 3 дня. В принципе как и всегда. Начинаются с 30 апреля. То есть ну сразу же с первого дня празднования праздника. Начинаются скидки в моем магазине. 30 процентов. Там вроде почти на все будет. И дальше во второй день. То есть в субботу у нас. Ну да в субботу будет уже скидки на гараж. Только там именно будут у нас на пушке, корпуса, там модули. Ну в общем просто весь гараж. Ну и в третий день последнего воскресенья будет уже скидки на микропрокачки. То есть улучшение все вот эти вот ускорения. 30 процентов на как бы улучшение само на ход один. То есть на шаг. А 50 процентов на ускорение. Чтоб его ускорить этот шаг. Думаю это понятно. Также хочу сказать то что еще добавит новое устройство для Изиды. Это вампирские нано роботы. И если кто-то не знает что это такое. То могу сказать просто в двух словах. Это то что вы когда убиваете противника. Вам восстанавливается здоровье. Это могут знать только Олда. Потому что очень давно. Даже когда я играл я помню. Когда я убивал противника. Мне восстанавливалось здоровье. То есть я мог еще и лечить союзников. И убивать кого-то. Восстанавливать себе здоровье. То есть была полная имбища. И вот сейчас как бы. Ну уже давно ее убрали. Такую штуку. И сейчас ее возвращают. И только это конечно будет устройство простое. Просто устройство. Которое нужно купить. Кстати пока неизвестно еще то что будет она за кристаллы. Или за танкойны. Хотя вроде там все за кристаллы. Также хочу сказать про дрон ловкач. Который завтра изменит. Там конечно много изменений в дронах. Но скажу только про ловкача. Ловкача наверное правильно так говорить. Не знаю. В общем. Его изменит конечно в лучшую сторону. Его сделают как кризис. И то есть. Теперь он там не будет раздавать. То есть моментально завершать. Перезарядку других припасов. Он просто будет ускорять свой же танк. То есть до какой-то максимальной скорости. Там вроде в 30% увеличивается. То есть примерно как у кризиса будет скорость. Но пока что это не точно. Потому что еще сам не знаю как это будет выглядеть. Конечно же если будет скорость прям как у кризиса. То мне в принципе уже и сам кризис не нужен будет. Этот ловкач конечно же. Ну то есть мне сам дрон кризис нужен был только для того. Чтобы иметь вот такую вот супер скорость. Которая теперь возможно будет и у ловкача. И как бы реально мне даже кризис не нужен будет. Если будет у ловкача такая же скорость. Я наверное уже 100 раз все повторился. Но я думаю вы поняли. В общем я надеюсь вам понравился ролик. Кстати еще хочу сказать. Еще раз хочу сказать точнее насчет этого специального режима. Который уже будет доступен завтра. Где не будет никаких овердрайвов. Никаких дронов. Блин это просто реально вот счастье такое. Вот полные штаны у меня сейчас. Потому что я давно этого очень долго ждал. И впервые разработчики услышали нас конечно же. И сделали такую штуку. Что не будет там никаких тронов. Никаких овердрайвов самое главное. Как бы теперь будет конечно же нас там диктатор так нагибать немножечко. В общем всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь вам понравилось. Если это так конечно же просто поставьте лайк. Напишите об этом в комментариях. И по поводу вот этого специального режима. С отключением овердрайвов и тронов. Тоже напишите как вам вообще само обновление это. Если понравилось то конечно тоже ставьте лайк. И также подписывайтесь на канал. Чтобы не пропускать конечно же злпшек на этот специальный. Ну да на специальный этот режим. Конечно же они выйдут уже скорее всего завтра. Либо же послезавтра как время позволит. Еще раз говорю огромное спасибо за просмотр. Всем желаю удачи и всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok